Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить шашлык из бараньих ребер. У меня хорошая реберная лента, очень большая. И сейчас я расскажу, как правильно и вкусно приготовить именно шашлык из ребер. Дело в том, что ребро бараньи или любого другого животного для шашлыка абсолютно не приспособлено. То есть, оно достаточно жесткое, и шашлык из него будет не такой вкусный. Если я возьму ребрышки из молодого барашка, там будут только косточки, пленочки, и мяса не будет. Оно будет жеваться, но ничего вкусного не получится. У меня был барашек, овечка даже, 30 килограмм, уже чистого веса, и это полностью ее ребро, реберная лента. Хороший кусочек мяса, но все равно он достаточно жесткий. Поэтому вашим друзьям будет все равно, как вы приготовили бараньи ребрышка, лишь бы они были вкусные и мягкие. Я их буду готовить в духовке. И оставайтесь со мной, я покажу еще много секретов, как приготовить баранье ребро вкусно, чтобы оно было похоже на шашлык, и чтобы всем вашим друзьям понравилось. Я начинаю готовить маринад для бараньих ребрышек. Я буду использовать молодой чесночок. Я его слегка измельчу и разотру в ступочке. К измельченному чесночку я добавляю свежий розмарин и размираю его вместе с чесноком. Аппетитный лучок. Чтобы замариновать бараньи ребрышки, я не просто так выбрал какие-то отдельные продукты. Это сделано для того, чтобы мясо максимально размягчилось, чтобы эти все пряности и продукты, какие я буду использовать, подчеркнули вкус мяска бараньего и сделали его очень вкусным и мягким. Сейчас я возьму горчицу. Горчицу я беру самую вкусную, та, какая мне нравится. И лимонный сок. Лимонный сок слегка поможет чуть-чуть размягчить мясо и придаст ему более благородный вкус. Вот столько. А сок лука тоже будет очень хорошо воздействовать на мясо и размягчать его, также придавать ему очень вкусный аромат. А теперь я добавляю обычное растительное масло. Если вы достаточно наблюдательны, вы увидите, что вот это у меня в кастрюльке, это почти готовый майонез, только без яичного желтка и молока. Эта смесь будет прекрасно мариновать мяско, потому что майонез тоже достаточно хороший соус, для того, чтобы мясо стало мягким и вкусным. Теперь сюда я добавляю измельченный чесночок с розмаринчиком. Пусть пока ароматы в кастрюльке переплетутся, я это все оставлю на некоторое время в сторону. Чтобы шашлык из бараньих ребрышек получился вкусным и нежным, самое важное, это с внутренней стороны ребра снять жесткую пленочку, какая покрывает ребрышки. Пленочка, покрывающая ребра у барашка, очень тонкая и жесткая, поэтому снимается она намного хуже, чем пленка с ребер свинины или говядины. Переворачиваю ребрышки на другую сторону и здесь все пленочки, какие есть, достаточно жесткие, я их тоже буду снимать. Чтобы подчеркнуть вкус бараньего ребрышка, я его слегка присолю. Возьму черный перчик, зиру, зерна кориандра, совсем чуть-чуть пару горошинок душистого перца, тимьянчик. И вот здесь у меня это крупные кусочки красного острого перца чили. О, какой богатый аромат, очень хорошо подчеркивает эти пряности аромат барашка. Я использую обычную крупную соль, мне она больше нравится. А теперь готовый маринад, который уже прекрасно созрел, я наношу на баранье ребрышко. Шашлык из бараньих ребрышек получится очень вкусный. Я застелил обычный противень фольгой, сюда высыпаю немного лука. И выкладываю мариноваться бараньи ребра. Чтобы не думать, куда их спрятать, мариноваться, я их сразу выкладываю сюда. О, совсем забыл, у меня же еще есть прекрасные лепестки красного перца чили. Поэтому я их тоже сюда сверху положу. И немного наливаю. И сверху тоже кусочками лука, полуколечками. Луковый сок, который будет выделяться, будет размягчать мясо барашка. Отдавать ему свой аромат, и будет все очень шикарно. Мясо я буду мариновать минимум сутки в холодильнике. Если у вас есть время, его можно мариновать и двое суток, но при низкой температуре, 2-3 градуса. Друзья, у меня еще есть очень много секретов, как сделать шашлычок из бараньих ребрышек вкусным. Поэтому смотрите мое видео до конца, сейчас вы все узнаете. Я достал бараньи ребрышки из холодильника, и они уже нагрелись до комнатной температуры. Духовка, обычная бытовая духовка, уже разогрета до максимальной температуры, на какую она способна. Теперь опять очень интересный секрет. Для того, чтобы бараньи ребрышки получились такими же вкусными, как на костре, с красивой золотистой корочкой, нужно правильно их приготовить. Я сейчас ставлю в духовку бараньи ребра, пока на максимальную температуру, минут на 20-30, чтобы начали нагреваться ребрышки. Итак, друзья, я сейчас подкорректирую температурные режимы. Значит, 20 минут это все грелось на максимальной температуре обычной бытовой духовки. Потом еще, наверное, почти целый час градусов 200, и потом я уже прикрутил на 180-190, но это только приблизительно. Сейчас я хочу узнать, что здесь творится, чтобы подкорректировать. Вот, очень даже симпатично. Мне нравится то, что ребрышки оголились. Это хороший признак того, что все идет по плану. Подзолотилось все. Очень красиво. Мягенько. Да, хорошо. Я сейчас поставлю еще раз это все в духовку, пусть пока зогревается. А сам возьму немножко молодой картошечки, приготовлю ее и положу вот сюда. Чтобы картошечка была очень вкусная и подчеркивала вкус шашлычка из бараньих ребрышек, я добавлю сюда немного ароматных пряностей. Чуть-чуть зерен кориандра, зеленый перчик, целый перчик горошек, но зеленый. Он очень вкусный и ароматный. Немного орегано. И совсем чуть-чуть зиры. Молодая картошечка. И теперь секрет. Чтоб понравилось моим друзьям. Чтоб понравилось моим друзьям. Нужно всегда приговаривать, тогда получается всегда очень вкусно, аппетитно и всем нравится. Чтоб понравилось моим друзьям. А теперь обычное растительное масло. Ай, какая красота! Я предполагаю, что вот это все жидненькое, здесь больше жирка, чем сока, потому что часть сока уже испарилась. И именно в эту жидкую часть я и кладу картошечку. И теперь сейчас будет еще один очень хороший секрет, потому что без него не получится вкусной картошечки и шерточка из бараньих ребрышек. А теперь я накрываю именно мяско и лучок слегка чуть-чуть соль вольт. А всю остальную картошку оставлю открытой. Вот это и есть секрет. Потому что уже будет все открыто, чтобы мяско от верхнего тена не сушилось. Ну-ка, попробуем шашлычок из бараньих ребрышек. А здесь у меня, ой, как вкусно пахнет, дистиллят из груши, которая собрана летом. Дикая груша, ароматнейшая. Уже год выдерживается на дубовой щепе. Вкуснятина. Даже девочки, когда я наливаю в такую маленькую бутылочку, именно этот дистиллят, говорят в соседней комнате, ты что, дистиллят из груши разливаешь? Так она вкусно пахнет. Как сделать вкусно и правильно и быстро дистиллят из груши, ссылочка вверху. Шикарно. Итак, ух ты, шашлычок. Как я вам уже и говорил, конечно, ребро для шашлыка абсолютно не приспособлено и не предназначено. Поэтому давайте называть вот это блюдо шашлык. Хотя по факту это обалденнейшая, вкуснейшая ребрышка. И гляньте, как все красиво получается. Класс! Просто идеально. А тут еще даже есть несколько ребрышек. Это уже грудинка. Итак. Выходи. Какая красота! Тепленькая. Тепленькая. Да. Да. Вот она. Иди ко мне. Ням-ням-ням-ням-нямки. Не падай. Итак, мяско с жирком, пряности, розмаринчик, зира. Да, чтоб понравилось моим друзьям. Именно такое мяско я хочу подарить своим друзьям, чтобы они кушали и радовались, потому что если бы я это все приготовил на мангале, на открытом огне, оно не успело бы как следует приготовиться, высохло, и было бы просто жесткая подошва. А так это шедлево. И закусочка. Ммм, перчик острый хорошо подчеркивает. Мяско. Картошечка. Ням-ням-ням. Но рыбушка вкуснее. Немножко жирка. Обожаю жирок поранее. Золотистой корочкой. Кулачок. Маринованный. Вкуснятина. Друзья, я очень доволен тем, что у меня получилось. Это, я скажу без ложной скромности, настоящий шедевр. Такого вкусного ребрышка я еще не кушал. А то, что я его приготовил сам, это настолько приятно у вас. Поэтому, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные настоящие лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня это самое спокойное место.